Павел Федоренко, Илья Качай. 15 шагов от паники и страха к свободе и счастью. И don't worry, be happy. Благодарности. Авторы выражают самую искреннюю благодарность и признательность своему учителю и проводнику в мир научно обоснованной психотерапии. Врачу-психотерапевту, кандидату медицинских наук, доценту кафедры общей медицинской психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, вице-президенту Российской психотерапевтической ассоциации, председателю ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрию Викторовичу Ковпаку, многие юмористические и содержательные цитаты которого вошли в эту книгу. Спасибо вам за ваш бесценный вклад в развитие отечественной психотерапии. С уважением, Павел Федоренко и Илья Качай. От авторов. В современном мире получить информацию о том, что такое вегетососудистая дистония, панические атаки, навязчивые мысли и действия и бессонница достаточно просто. Однако вопрос о том, насколько полезная, а главное безвредная эта информация, окажется для человека, находящегося в тревожном состоянии, остается открытым. Наверняка вам знакома ситуация, когда, стремясь получить волшебную таблетку от всех недугов, вы хватаетесь за несколько методик исцеления сразу и, не доводя ни одной из них до конца, убеждаете себя в том, что больше ничего вам не поможет. Вероятен и такой вариант, что вы следуете определенной методике, но она не приносит эффекта, а выбирая другие пути, сталкиваетесь с противоположной информацией, и в итоге окончательно запутываетесь и впадаете в отчаяние. Данная книга предоставляет вам уникальную возможность положить конец постоянным поискам чудодейственного средства избавления от проблем, обрести исчерпывающую и достоверную информацию о том, что на самом деле с вами происходит, а главное — начать интересный путь к счастливой и здоровой жизни, свободной от различных проявлений тревоги. Возможно, при работе по данному курсу вы столкнетесь с информацией, которая будет противоречить опробованным вами ранее методикам. В этом случае нужно помнить о том, что, раз вы слушаете именно эту аудиокнигу, значит, прежние способы вам не помогли. А поэтому бессмысленно цепляться за старые знания, а есть смысл полностью сосредоточиться на предлагаемом методе. Авторы настоятельно рекомендуют воспринимать информацию книги без предубеждений, особенно в тех случаях, когда она будет противоречить вашему мировоззрению. Следует признать, что на данный момент в вашем мировоззрении присутствуют некоторые искажения, которые привели вас к проблеме, поэтому придется отказаться от старых привычек мышления и начать формировать новые. Ведь чтобы наполнить чашу свежей водой, для начала нужно выплеснуть старую. Еще Альберт Эйнштейн говорил о том, что нельзя решить проблему на том же уровне мышления, на котором она создавалась. При этом полезно также конспектировать основные положения аудиокниги, выписывая осознания и инсайты, дабы иметь возможность в любой момент к ним обратиться. Однако главный посыл авторов книги состоит в следующем. Если вы хотите добиться желаемого результата, необходимо в обязательном порядке применять на практике все предлагаемые методики и воплощать в жизнь всю информацию. Без этого коэффициент полезного действия будет стремиться к нулю, поскольку не случится само действие. Один читает миллион книг и остается в своей проблеме, а другой внимательно изучает одну и получает очень хороший результат, но только реализуя знания на практике. Важно понимать, быстро избавиться от проявлений тревоги невозможно, так как всю сознательную жизнь вы создавали неадаптивные привычки определенного мышления и поведения, за долгие годы став олимпийским чемпионом по выносу собственного мозга. Только вы удерживаете себя в своем состоянии, и только вы способны себе помочь. Хорошая новость заключается в том, что обратный путь к счастливой жизни займет гораздо меньше времени, чем вы потратили на то, чтобы добровольно загнать себя в текущее состояние. Но это произойдет лишь в том случае, если вы будете проявлять усердие и последовательность в своих действиях. Ради достижения длительного и устойчивого эффекта вам придется много работать. Вы обязательно получите желаемый результат, но главное — это практика, то есть постоянная работа над собой, ключевой элемент которой — это стопроцентная ответственность. Ведь именно ваша привычка перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей и обстоятельства, именно ваше желание того, чтобы все проблемы решил кто-нибудь другой, именно ваши требования того, чтобы все происходило только так, как вам хочется, и привели вас к проблеме. Конечно, вы можете запросто обидеться на эти слова и продолжать придерживаться инфантильной манеры поведения, однако чем раньше вы осознаете, что вы не идеал, тем быстрее и продуктивнее будет ваша работа над собой. Поэтому первое, что нужно оставить за порогом своей прежней жизни, это жалость к себе, попытки оправдываться и обвинять судьбу и других в своих несчастьях. Только вы сами являетесь творцом своей жизни, и то, что в настоящий момент с вами происходит, является вашей целью, поэтому в ваших и только в ваших руках находится ваша жизнь. А еще в ваших руках эффективное пошаговое руководство, которое станет вам помощником, натернистом, но увлекательном пути к новой жизни, свободной от симптоматики вегетососудистой дистонии, панических атак, агорафобии, навязчивых мыслей и действий, бессонницы и различных страхов. Важно понимать, что данный курс не является волшебной таблеткой, которая раз и навсегда избавит вас от вышеописанных проявлений тревоги. Авторы не обещают гарантированного результата, однако дают гарантию эффективности тех методик, которые вы найдете в этой аудиокниге. Но результат будет зависеть только от ваших практических действий, которые позволят вам день за днем ощущать себя лучше. Следует четко осознавать, что книга не лечит, не исцеляет, не решает проблему за вас, а является проводником на пути к достижению желаемой цели, счастливой жизни, свободной от различных тревожных состояний. Из предложенной в аудиокниге информации вы со временем сможете извлекать пользу не только в плане работы со своей тревогой, но и для самореализации в различных сферах жизни, здоровье, отношениях, бизнесе, творчестве и прочих. Постепенно тревога перестанет быть невыносимой проблемой и станет отправной точкой для счастливой жизни во многих ее проявлениях. Введение. Устройство курса. Основа курса. Этот курс – эффективное практическое пошаговое руководство по избавлению от избыточной тревожности и порождаемых ею проблем, симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и действий, бессонницы и различных страхов. В основе программы лежат ключевые принципы когнитивно-поведенческой психотерапии, опирающейся на доказательную медицину и признанной Всемирной организацией здравоохранения самой эффективной во всем мире при работе с разными тревожными расстройствами. Теоретический фундамент курса составили работы Эллиса, Бека, Фримана, Девульф, Лихи, Маккея, Дэвиса, Феннинга, Макмалина, Ковпака и многих других представителей когнитивно-поведенческой психотерапии. Данная аудиокнига содержит научно обоснованные теоретические знания, раскрывающие сущность различных проявлений тревоги во многих ее аспектах. Курс включает в себя практические техники и упражнения, направленные на выработку нового продуктивного отношения к тревоге и симптомам, формирование навыков работы с тревогой, паническими атаками, навязчивыми мыслями и действиями, бессонницей и страхами, преодоление неадаптивного поведения, усиливающего тревогу, изменение искаженного мышления, порождающего тревогу, тренировку способности релаксации, выработку умения осознанного нахождения в настоящем моменте, как следствие улучшения физического и душевного состояния и жизни в целом. Уникальность курса. Уникальность представленной программы заключается в том, что в этой аудиокниге вы не найдете мотивационные накачки и призывов к исцеляющим действиям, самоанализа, самокопания и поиска внутренних конфликтов, поверхностных теорий и гипотез, сложной и противоречивой информации, скучных материалов и монотонных упражнений. В то же время данное практическое руководство позволит вам выявить подлинные и глубинные причины вашей тревожности, обрести исчерпывающую и достоверную информацию о проблеме. Получить четкие шаги по преодолению симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, навязчивости, бессонницы и страхов. Освоить научно обоснованные и доказанно эффективные техники и упражнения, преобразовать проблему в интересный путь к счастливой жизни, свободной от различных проявлений повышенной тревожности. Почему курс действительно эффективен? Эффективность методики обусловлена следующими факторами. Глубоким пониманием проблемы авторами. Личным опытом преодоления симптомов ВСД, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и действий, чувства постоянной изнуряющей тревоги и бессонницы. Опытом помощи сотням клиентов и тысячам участников тренингов в рамках проекта «Система здорового мышления». Опорой на научно обоснованные методики и работающие техники, доступным изложением теоретического и практического материала. Задачи курса Наконец, задачами данной программы являются помощь в избавлении от различных проявлений тревоги, передача накопленных знаний и опыта, указания на ошибки в мышлении и поведении, удерживающие вас в проблеме, помощь в достижении счастливой жизни без тревог и страхов, формирование понимания того, что разные проявления тревожности являются не проблемой, а отправной точкой для саморазвития и качественно новой жизни. 15 кругов ада тревожного человека Круг 1. Появление симптомов Представим себе обычного среднестатистического человека, живущего обычной среднестатистической жизнью. С утра он едет на учебу или работу, вечером по плану, спортивная тренировка или отдых с семьей, по выходным и праздникам встреча с друзьями, сопровождающаяся употреблением алкоголя. Он не испытывает никаких проблем со здоровьем, ведет вполне обычный образ жизни, словом, живет как все. Однако время от времени этого общительного и веселого человека охватывает головокружение, проявляется шаткость походки, при засыпании учащается сердцебиение, а при резком подъеме ни с того ни с сего темнеет в глазах. Поначалу наш герой не обращает на эти состояния никакого внимания и продолжает жить в привычном ритме. Подумаешь, закололо, ну и что, что заболело? Нет в современном мире абсолютно здоровых людей. Круг 2. Тревожное замешательство Но симптомы не отступают, некоторые из них усиливаются, а что особенно неприятно, появляются новые. Внезапная непрекращающаяся дрожь, покалывание и онемение конечностей, ощущение удушья и нехватки воздуха, волны жара и потливость, резкие боли в спине и позвоночнике. Это приводит человека в тревожное замешательство. Со мной что-то не так, а если я действительно болен? Тревожные мысли все чаще посещают нашего героя, однако он по-прежнему не придает симптомам особого значения, стараясь всячески от них отвлечься. Круг 3. Первая паническая атака Но однажды, находясь в длинной очереди в супермаркете или нервно томясь в автомобильной пробке, героя в одну секунду охватывает неописуемый ужас. Пронзает дикая тревога, ему кажется, что он сейчас упадет в обморок, умрет, сойдет с ума или совершит неконтролируемое действие. Ощущения настолько внезапные, сильные и яркие, что человек напрочь забывает обо всех социальных нормах, начинает в панике метаться из стороны в сторону, просить людей о помощи, вызывать скорую, звонить родителям, близким или друзьям. Независимо от исхода событий, человек оказывается дома в полной целости и сохранности. Спустя некоторое время он приходит в себя, вновь начинает жить полноценной жизнью, лишь изредка вспоминая досадное недоразумение, однако уже обходя стороной супермаркеты и стараясь на всякий случай избегать пробок. Круг 4. Мысли о болезни Но прежняя безмятежная жизнь продолжается до тех пор, пока в новой очереди или пробке его снова не охватит всепоглощающий приступ паники. С этого момента наш герой уже всерьез озабочен своим здоровьем и ни за что не захочет оказаться один в супермаркете или в битком, наполненном людьми автобусе. Навязчивая мысль о том, что он наверняка болен страшной и неизлечимой болезнью, прочно засела в его голове и теперь является постоянным спутником, где бы он ни оказался. Круг 5. Обращение к врачу С целью поиска причин своих неприятных и тяжело переносимых состояний человек, конечно, обращается к врачу. Героически преодолевает духоту коридора в поликлинике, волокиту с направлениями и ненужными анализами, беспрестанно ругаясь в регистратуре и изнывая от ожидания в толпе тоскующих по советским временам бабушек, он, наконец, попадает к врачу. Однако красочный рассказ нашего героя о его внезапных панических состояниях не находит должного отклика доктора, который, не отвлекаясь от медицинских бумаг, лишь безучастно замечает «Переутомился ты, парень, соблюдай режим дня, попей магний и вот этот антидепрессант» и выдает какую-то бумажку с диагнозом. Продираясь сквозь неразборчивый почерк врача, человек, словно на священном манускрипте, наконец, прочитывает на бумаге заветные слова. Вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония, вегетативный криз или панические атаки. Круг 6. Каскад бессмысленных исследований Несмотря на то, что врач не обнаружил ничего страшного, а результаты медицинского обследования не выявили никакой смертельной болезни или патологии, состояние нашего героя стремительно ухудшается. Возникают новые симптомы и новые страхи. Резкое головокружение и предобморочное состояние. Боли в желудке и расстройство кишечника. Страх закричать на улице и умереть от сердечного приступа. В сознании человека закрадывается мысль о том, что его недообследовали, и он запускает каскад бессмысленных исследований, тратя огромное количество денег, сил и времени на различные энцефалограммы и эндоскопии, которые и на этот раз не выявляют никаких отклонений от нормы. Однако, сделав очередную магнитно-резонансную томографию и взглянув на диагноз, человек приходит в ужас от огромного количества сложных медицинских терминов, не отдавая себе отчет в том, что это обследование выполняется диагностами, которые всего лишь описывают то, что видят в организме человека, и что непосредственный диагноз может поставить только врач. Продолжая свой крестовый поход по врачам и тратя последние деньги на различные обследования, наш герой, как ему кажется, наконец находит причину своих страданий. А оказывается, все это время у него был пролапс метрального клапана. Но это еще полбеды, ведь у него вдобавок блокада правой ножки пучка гиса, ясное дело. Тревожное мышление начинает рисовать леденящие душу картины, как какой-то клапан, будучи в абсолютном пролапсе, не ровен час, перестанет открываться или закрываться, или, что гораздо хуже, оторвется и будет циркулировать по всему организму, направляемой кровообращением. Да и блокада не предвещает ничего хорошего. Фантазия сразу отсылает человека к блокаде Ленинграда, которая длилась 871 день, а это значит, что нашему герою придется страдать ничуть не меньше.